Чтобы так же был не централизован. Москвичка Элла Пахомова принять душ после купания в море не смогла. Водопроводной воды не хватает даже на то, чтобы набрать небольшую бутылку. Не наберу, нет воды. Вот, всё, воды нет. Элла много лет подряд проводит отпуск в Зеленоградске. С отсутствием воды столкнулась впервые. Постоянные жители города в такой ситуации тоже в первый раз. И вот так. В дёрке набираем воду, когда она появляется по расписанию. Бутылки, в ванне у нас, вёдра, тазики. Стиральные машины стоят без дела. Не включаются водонагревательные котлы. Даже когда вода в трубах есть, её напора для работы техники не хватает. Без воды остались в основном жители старых домов. В новых многоэтажках и гостиницах стоят мощные подкачивающие насосы. Людмила Корсекина на днях тоже купила насос. Теперь может помыться. Я её включаю на самый сильный. Вот я же её поднимаю, видите? Вот я мою всё. Но как только насос включается, в квартирах соседей вода пропадает совсем. Зеленоградские чиновники утверждают, что в ситуации виноваты отдыхающие. Это лето в Калининградской области выдалось аномально жарким. Сейчас, по информации правительства региона, в Зеленоградске находится почти 40 тысяч человек. Хотя прописаны там всего 18 тысяч. Пик всех приехавших, в том числе непрописанных, но владельцами являющихся недвижимости, вот к этому и привёл. Не было такого потребления воды. Лето прошлого года не требовало, очевидно. Власти Зеленоградска на днях ограничили подачу воды на городские стройки, автомойки и в здании физкультурного комплекса. Отключили горячее водоснабжение во всех жилых домах. Холодную воду включают по графику на три часа днём и на несколько часов ночью. К решению вопроса подключились и областные власти. Выход они видят в бурении новых скважин для нужд Зеленоградска и в реконструкции городских сетей. Все эти довоенные постройки есть в Зеленоградском округе. И по оценке администрации 70% изнов со сетей. Конечно, это требует вложений в инфраструктуру и водозаборы и в сети. Давление у них 1,7. Это не такое великое давление. Ну, в ряде муниципалитетов три атмосферы. Жители Зеленоградска грозят написать письмо президенту. Прокуратура вынесла в адрес городской администрации представление. Срочно устранить перебои в подаче воды. Но исправить ситуацию в этом сезоне чиновники уже не успеют. Чтобы пробурить новые скважины, нужно несколько недель. На реконструкцию сетей ещё больше. Наладить водоснабжение на территории курорта федерального значения власти обещают только к следующему лету. Жанна Меллер, Наталья Красакова, Зеленоградск, УТР.